Александр Василенко строит суда уже не один десяток лет. Будучи инженером-кораблестроителем, он знает все о том, как спроектировать корабль, а вот о собственном здоровье думал мало. А дышка, высокое давление, боли в сердце преследовали его более десятка лет. Однако, серьезно взяться за лечение не решался. 22 марта терапевт направил его на консультацию в медицинский центр ДВФУ к кардиологу. После проведения обследования стало ясно – отпускать пациента нельзя. Три тромба, сосуды забиты практически на 90%. Порядка семи дней были проведены полный анализ организма. Все это за счет квоты, которую сам медицинский центр и оформил. То есть я никакого участия в этом деле не принимал. Значит, операция была проведена успешно. На второй день меня из операционной перевезли сюда. Ну и вот проходим курсы реабилитации. Серьезное поражение левой коронарной артерии удалось устранить с помощью аортокоронарного шунтирования. Операция длилась 8 часов. Ее средняя стоимость – более 400 тысяч рублей. Однако, все расходы по проведению медицинской процедуры государство взяло на себя. В нашем центре мы выполняем довольно большой спектр кардиохирургических вмешательств. Начиная от эндооскулярных методик – это стентирование коронарных артерий. Также мы выполняем радиочастотную абляцию, установку постоянных стимуляторов, кардиостимуляторов. Выполняем протезирование пластику клапанов. Выполняем аортокоронарное шунтирование. Также у нас есть сосудистая хирургия. Это вмешательства на брахиоцефальных артериях, на брюшной аорте. Кроме того, у нас есть таракальная хирургия. Мы делаем также таракальные операции, причем менее инвазивно. Таких вмешательств, как у Александра Викторовича, медцентр ДВФУ проведет еще 90 до конца года. Квоты есть практически на все операции по кардиохирургии. В прошлом году весь объем квот был выбран до конца лета. Такого отношения медицинского персонала, ну я не избалован, как говорится, медицинскими наблюдениями, не встречал ни разу, насколько это профессионально, насколько это доброжелательно. Оборудование современнейшее в операционной, ну что я наблюдал, как солдаты. Как солдаты. Это каждый знает свое место, каждый знает свое направление, каждый это. Я думаю, что за границу ездить не надо, а лечиться здесь. По уровню смертности от ишемической болезни сердца наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире. В общей структуре смертности в России более 55% – это как раз осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому государство делает все возможное, чтобы обеспечить всех нуждающихся бесплатными операциями. Мы своим пациентам, опять же, речь идет в основном про пациентов, про пациентов, которым планируются открытые хирургические вмешательства. Мы помогаем оформить документы на квоту и сами отправляем эти документы в департамент, чтобы сократить период ожидания пациентам оперативного лечения. Несмотря на солидный возраст, 63 года, Александр Василенко через полгода-год планирует вернуться на свою любимую работу. Он собирается и дальше строить корабли на судостроительном кластере «Звезда» в Большом Камне, но теперь без боли в сердце и постоянных недомоганий. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.